С 1 июля нынешнего года в России начал действовать новый технический регламент, согласно которому убой домашнего скота должен производиться только на специально подготовленных для этого площадках. В противном случае мясную продукцию нельзя будет реализовать. Оборудованные цеха сейчас открываются по всей Волгоградской области. Один из первых появился в селе Новонекольское Быковского района. На открытие цеха в Новонекольское приехало немало гостей, в числе которых руководители районной администрации, специалисты профильного министерства правительства области. Мы рады вас приветствовать за гостеприимной Быковской земле. Для предпринимателя из Москвы Джан Паллада Гасанова Быковский район уже стал настоящим домом. На собственные средства бизнесмен построил цех, взял на работу нескольких жителей Новонекольского. Подобный энтузиазм с большим одобрением был встречен местной властью, которая постаралась оказать всю необходимую юридическую помощь. Я очень рада, что люди-москвичи поменяли московскую прописку на Быковский район. И сегодня мы будем иметь доход и наш бюджет, благодаря тому, что здесь будет такое мощное, я считаю, мощное производство. Пока в цехах пусто, но договоренность о поставке мелкого рогатого скота уже достигнута с фермерами не только из блестежащих населенных пунктов, но также из Астраханской области, Калмыкии и Ставропольского края. При этом ветеринарный контроль будет осуществляться на всех стадиях заготовки мяса. Ветеринарные врачи здесь будут проводить не только осмотр овцепоголовья, но и в санэкспертизу на инфекционные заболевания и паразитарные заболевания. Полученное мясо будет поставляться в торговые точки крупных городов России. Раньше возил отсюда, живем мы возили, а сейчас такого, что закон вышел, чтобы живем, нельзя все, надо охлажденка через убойный пункт. Поэтому у меня есть сбит, куда сдавать крупным, на Ленинград можно, на Москву можно, на Сочи сейчас, думаю, договора вот заключит и отправляю на Сочи туда. Но главным рынком сбыта Гасанов считает Волгоградскую область и ставший родным Быковский район, где бизнесмен планирует развивать сферу животноводства, считая это направление весьма перспективным в условиях рискованного земледелия. При этом есть планы заняться переработкой мяса. Однако собственных материальных ресурсов для этого уже не хватает. Много средств ушло на строительство убойного цеха. По поводу уже построенного у нас есть предусмотрена поддержка при строительстве убойных цехов, убойных пунктов. Она составляет до 50% затрат. Но я должен обратить внимание, что для того, чтобы их получить, необходимы все документы оформить в соответствии с законодательством. То есть мы должны соответствовать всем кодам, по которым мы можем платить субсидии. Если это строительный объект, то должна быть проектная документация, соответствующая госэкспертиза пройдена. Что касается кредита на развитие цеха в селе Новонекольском, то, по словам замминистра, соответствующая рекомендация будет обязательно направлена в банки, которые сотрудничают с аграрным сектором области. Нужно отметить, что подобные предприятия в скором времени должны появиться во всех 33 районах области. И опыт организации производства в Новонекольском обязательно пригодится.